Как петербуржцу организовать свой летний отдых? Если за границу не попасть, до нашего юга добраться трудновато, на даче сидеть не хочется, а места в отелях, домах отдыха и турбазах Ленинградской области давно забронированы. Многие решили выбрать так называемый дикий отдых. Традиции его существуют еще с советских времен. Поход с палаткой, ночевка в лесу у костра, шашлычные рыболовные вылазки на природу. Все это никуда не делось и до сих пор популярно. Правда, в основном среди петербуржцев старшего поколения. Для молодежи и людей среднего возраста это дело, считай, новое, неизведанное. Готовы ли они к нему? И есть ли у нас для этого условия? Выясняла Наталья Аскерка. Конечно, было страшно. Вода темная и холодная. Совсем не дружественная человеку среда. К сожалению, жизнь человека для нее – это просто песчинка. Во всем случившемся Александр Новоселов до сих пор винит себя. На озере Вокса в начале мая он потерял друга. Это был просто поход на грибной лодке на один день с планом переночевать на острове, поужинать и утром вернуться обратно. Далеко не новички и далеко не первый водный поход. Александр и Валерий стартовали на двухместном каяке у базы «Большие камни». В закрытой акватории было тихо, но через полчаса на открытой воде поднялся сильный ветер. Лодка перевернулась, весла затонули. Мужчины оказались в ледяной воде и не смогли забраться обратно из-за волн и порывов ветра. Решили плыть на гермомешках с вещами. Казалось, до суши рукой подать. Всего-то 300 метров. Я чувствовал уже, что холод сильно сказывается на мне, довольно тяжело дышать. Тут, к сожалению, я уже не мог помогать товарищу. Я его подбадривал голосом, помогал, но я чувствовал, что он отстает. Я несколько раз обернулся и посмотреть, не сильно ли он отстал, но в какой-то момент просто потерял его из виду. Почти обессилевший Александр смог добраться до ближайшего острова. Целые сутки мужчина тщетно звал на помощь. В итоге на двух надувных спальных ковриках доплыл до деревни на другом берегу. От тела Валерия Васильева на следующие сутки обнаружили спасатели. Он погиб от переохлаждения. По странному стечению обстоятельств в тот же день пропали и трое других петербуржцев, которые отправились в байдарочный поход в Карелии. 3 мая они перестали выходить на связь. 4 числа МЧС подключили к поискам вертолет. Найти удалось только байдарку туристов. А 23 мая обнаружили тело одного из участников похода. Судьба остальных до сих пор неизвестна. Скорее всего, просто людей забрал лед. И с сильным ветром эти ледовые поля, без возможности их оплыть, ребята тащили куда-то в открытую Ладогу. А там либо попытка выбраться, и они оказались в холодной воде, либо уже в открытой Ладоге разгулялась волна, и их перевернуло. Ни тот, ни другой поход не были зарегистрированы. Хотя по закону туристские группы должны извещать МЧС о своих маршрутах. Для этого есть специальный онлайн-портал. Одна заявка в сети и несколько звонков по ходу путешествия, и в случае беды есть реальный шанс быть спасенными. Редко кто так делает, поэтому мы сами инициативу проявляем, сами звоним человеку, все ли с вами хорошо, вот нам не отзвонились, по расчетам вы должны быть уже в этой точке, да, со мной все хорошо. Ну то есть мы спокойно, человека сопровождаем. Даже если он потеряется вот в этом кусочке в каком-то, мы уже понимаем зону поиска. Тем временем именно всевозможные сплавы сейчас на пике популярности. Массово скупать плавсредства самых разных видов путешественники начали еще в пандемию. Спрос вырос втрое. Наиболее популярный вариант надувной пакрафт. Легкий, прочный и относительно бюджетный. Конечно, на Ладогу или в открытый Финский залив на ней не стоит ходить с точки зрения безопасности, там может унести. А обычные озера Карельского перешейка, допустим, или реки, просто замечательно. И тем более в свернутом виде эта лодка примерно по размерам, как двухлитровая бутылка воды. Но сплавляться в одиночку, особенно по незнакомой акватории, рискованно. Реки и озера Ленобласти таят в себе массу сюрпризов. Взять хотя бы затопленную арматуру, которая может запросто разрезать плавсредства. Организованные походы выглядят безопаснее, но и здесь не без подводных камней. Попасть на мошенников, которые возьмут деньги и исчезнут, наименьше из зол. Тут больше нужно смотреть на то, кто инструктора и какие отзывы о них есть. Потому что бывали случаи, люди приходили в поход, и инструктор вел себя не очень подобающе. Бывали такие, что инструктора были в алкогольном опьянении и, по сути, бросали свою группу. Поэтому по-прежнему популярен так называемый самодеятельный туризм. Тот самый, который был на пике в 80-е. Только путешественники 21 века шалашам в глуши чаще предпочитают домики на загородных базах. А к палаткам, как правило, прилагаются душ и летняя кухня. На сегодняшний день на территории Ленинградской области 29 кемпингов, глэмпингов, автокемпингов. То есть всего вместе. Больше всего кемпингов, глэмпингов у нас находятся в Приозерском и Выборгских районах. Хотя, конечно же, есть они по территории всей области. А при желании можно оказаться даже на необитаемом острове. Вот, например, та же самая ВОКСа. В нескольких километрах туристическая база со всеми удобствами. А здесь тишина и полное уединение. Именно такой отдых уже 28 лет подряд выбирает местный Робинзон Владимир Голубев. Больше известный на ВОКСе как Дядя Вова. Лагерь, который он обустраивает на одном из островов каждое лето, диким, конечно, уже не назовешь. Здесь и кухня, и горячий душ с биотуалетом, и своя спортивная площадка. В начале туристического сезона дядя Вова чаще живет один. В разгар же остров полон гостей. Народ звонит уже, говорит, можно приехать, приезжайте. А сколько у вас человек? Десять человек будет. Я говорю, хорошо. Чем больше, тем веселее. Турист с таким внушительным опытом уверен, новичков нельзя оставлять без присмотра. Уже не раз ему приходилось спасать горе путешественников от самих себя. На днях в этом месте на лодке рыбачили, слегка не в трезвом состоянии. Человек выпал за борт. Веселось подплывать, спасти его. По мере роста популярности самодеятельного туризма, Ленинградская область намерена увеличивать количество точек для размещения. Ведь в этом сезоне их, очевидно, недостаточно. Бронировать места в коттеджах, кемпингах и глэмпингах нужно как минимум за месяц, а то и за три. Сейчас очень много запросов, очень много инвесторов приходят, которые в буквальном смысле просят помочь, подобрать землю, найти меры поддержки для того, чтобы построить эти кемпинги, сформировать вот такую целевую аудиторию, которая будет к ним приезжать. А у потенциальных клиентов запрос один. Больше точек, хороших и разных. У нас, как правило, все ориентировано под конкретного пользователя. То есть семья приезжает, снимает коттедж с детьми. В коттедже есть все удобства. А так, чтобы на базе была какая-то отдельная зона, в которой были бы общедоступные души и там еще какие-то предметы гидиены или там чисто отдельные кемпинги, чтобы были, которые могут предоставить. Они есть, но их мало. Ведь не каждый может арендовать коттедж. Не все готовы планировать выходные на природе за несколько месяцев. А отдохнуть хотят все в соответствии со своим бюджетом и предпочтениями. Но в любом случае безопасно. Наталья Аскирка, Андрей Леонтьев, Вячеслав Пономарчук, Елизавета Лисина, Елена Холстинина. Известия специально для телеканала 78.